Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня священник Русской Православной Церкви, протеерей Всеволод Чаплин. Всеволод Анатольевич, здравствуйте. Сыр, дочитаю вас приветствую. Рад вас видеть. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, если вы звоните из-за рубежа код плюс 371 и также пишите нам в WhatsApp 230 6191. В 2016 году вы были исключены из состава межсоборного присутствия. До этого, я напомню, вы для наших слушателей были главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества по долгу службы, как известно, близки с патриархом. Позже вы говорили, после исключения, о том, что нередко были несогласны с патриархом Кириллом. А патриарх не терпит несогласность? Я говорил это уже находясь на должности. Я в свое время, во время одной эксперт-конференции сказал о том, что решения церкви принимаются неправильно, что они должны приниматься более системно. Так что я еще до ухода из церковной бюрократии, ухода отчасти добровольного, в общем, говорил о том, что церковное управление нужно менять, а что оно строится неправильно. А патриарх не терпит несогласных? Боюсь, что нет. Можно ли сказать? Вы знаете, это очень и очень, на самом деле, странно, потому что, на самом деле, за критику нужно благодарить. Вот я стараюсь так делать. Конечно, иногда эмоционально бывает сложно отреагировать сразу, спокойно на какие-то интернет-тексты, в которых там себя иногда призывают порвать на части и так далее, но вообще критика-то нормальная. Вообще, если в церкви говорят о ком-то только хорошо, это катастрофа, это катастрофа, это признак нездоровья, глубочайшего, вот такого, то есть глубинного сущностного духовного нездоровья. Можно ли сказать, что сегодня русская православная церковь, опять же... С крестом, а даже с крестом спорили апостола, да, часто, он не соглашался с ними, они были неправы, а он был прав, но он, как правило, воспринимал вот эти споры как межтеестественные. Да, можно ли сказать, что сегодня русская православная церковь, ввиду, опять же, ваших резонансных высказываний, о чем вы сейчас упомянули, церковь старается откреститься от вас? Ну, церковь – это не только церковная бюрократия. Более того, я считаю, что церковное видение общественных процессов у меня более правильное, чем у нынешней церковной бюрократии, потому что я все-таки стараюсь смотреть на священное писание, на священное предание, на голоса святых, на их образ мысли, на их образ действия и на то, что думает о происходящем в обществе наш верующий народ. Не чиновники, не церковное начальство, не самопровозглашенные какие-то авторитеты, а именно наш церковный народ, у которого есть очень глубокая христианская совесть. Так вот, если хотите, церковь – это мы вместе с церковным народом и со святыми, и с Евангелием, и с Христом, а не те, кто пытается сейчас снять из церковного дискурса какие-то очень важные темы, при этом руководствуясь, наверное, логикой «помолчим, целее будем». История с пенсионной реформой, с молчанием, практически полным молчанием церковных чиновников о пенсионной реформе – это очень ясно свидетельствует. Но все-таки, на ваш взгляд, церковь можно в какой-то степени назвать таким демократически устроенным институтом или, учитывая иерархическую структуру, это более авторитарная и тоталитарная такая институция? Я не сторонник демократии. Вы знаете, политической, да? Я такой, скорее, диссидент справа. В церкви власть епископа достаточно важна. Это каноническая власть, канонически обусловленная, прописанная власть. Но епископ ничего не должен совершать без советования с другими. То есть с церковным народом прежде всего. Но так же, как и церковный народ, ничего не должен совершать без епископа. Вот сейчас у нас, к сожалению, связь между церковным народом и церковной властью стала слишком опосредованна. Она редко является прямой. Пробиться к епископу, принимающему решения, как простым людям, часто бывает достаточно сложно. Вот нужно советование, нужно согласие, сотворчество, соработничество. Это не демократия. Понимаете, когда мы говорим демократия, мы сразу предполагаем партии, лоббистские группы, какие-то фракции, парламентские дебаты. В некоторых парламентах даже драки. Но вот в церкви должно быть все в любви, но во внимании друг к другу, а не в разделении на уровни, секторы и так далее. Но и самое главное, выше любой власти в церкви власть Христа. Его учение, его действия в церкви. Ну вот о любви как раз я хотела бы процитировать одно из ваших высказываний. Опять же, оно широко известно, и многие наверняка могли с ним и ранее ознакомиться. Но я зачитаю. Это высказывание вы сказали по поводу фильма «Матильда». Проклятие Божье допадет на всех, кто одобрил его распространение. На всех проклятия, на весь народ, который кощунственно это не остановил. И пусть наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами. Пусть ваши киношные наряды сменят страуру. Как вы считаете, много ли христианской любви, когда проклинать народ? Очень много. Потому что это истинная любовь. Вы знаете, представлять любовью, согласие с этим фильмом – это антилюбовь, это блуд. Совершенно страшный грех, за который обязательно последуют вечные муки. Предупредить о них, сделать так, чтобы этот грех не совершался – это было высшее проявление любви. Очень многие, к сожалению, молчали или что-то такое говорили невразумительное, чуть ли не соглашаясь с идеей показа этого фильма. А это был грех повторного цареубийства, символического цареубийства. Грех, который ложится на весь народ. За который народ обязательно пострадает и уже страдает. Вот смотрите, что происходит. Элиты в России находятся в состоянии застоя, в состоянии парализации воли. Грызут друг друга от испуга. Вспомним стихи известного советского поэта. Вот все это на самом деле очень опасные признаки. Народ будет наказан за то, что он подростовал этому фильму. А уж те, кто санкционировали его показ, а это наши высокие государственные чиновники, конечно, будут наказаны страшно. У них есть шанс для покаяния, но им говорили о том, что они должны остановить этот грех. Их предупреждали, они не послушали. Так что уже на самом деле покаяние, которое должно было совершиться в отказе от показа этого фильма, не совершилось. То есть, возможно ли оно сейчас, может быть, помимо Божьей, невозможно, но тогда нужно, извините, исправить все, что ты сделал. И признать, что вообще на самом деле ты был неправ в основах вообще своего отношения к церкви, к Христу, к святому императору Николаю II, которому мы молимся. Мы ему молимся. Но вы считаете, что у вас есть полномочия проклинать народ? Как у священника? Я сказал о том, что совершает Господь. И имею, конечно, на это право. То есть, вашими устами он говорил в данном случае, можно сказать. Я знаю, что об этом думает Бог. Потому что поругание святых по каноническому праву подлежит анафиле, между прочим. Ну вот, согласно библейскому писанию... А каноническое право – это законы прямого действия. Если их не применяют, если их игнорируют, горят всем, кто так поступает. Ну вот, как говорится в Библии, насколько сильно возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного. Насколько сильно вы любите людей? Ну, мне кажется, люблю. Это, может быть, им лучше судить. Но не нужно путать любовь с духовным блудом. С тем, что кто-то, в частности, священник, молчит, когда видит, как люди идут в ад. Вот если кто-то на ваших глазах будет падать в пропасть, что будет проявлением любви? Остановить его силой или сказать ему, да, пусть падает, это его выбор, я лучше улыбнусь и пройду мимо. Что будет проявлением любви? Проклятие, вы считаете, как проявлением любви? Предупреждение, конечно, о том, что Бог проклянет. Бог обязательно на вечные муки отправит все, кто это сделал. Если они не изменятся самоврешительным образом. Но уже, похоже, меняться все меньше и меньше шансов. Если кто-то считает, что он был прав, санкционировав показ этого фильма, это ад. Сто процентный ад. Сто процентные вечные муки. И никак иначе. Ну, вот еще однажды... Это ясно сказано и в каноническом праве нашей церкви, которая говорит обо всяких бесчинных зрелищах и о ругании святых, в частности, мучеников. Это говорят многие наши святые. Вы однажды сказали еще одну вещь. Сказали, что убивать людей можно и нужно. И многие ваши высказывания назвали... Я не сказал, на кого убивать. Назвали фашистскими. Да, можно, если можно, я закончу. Многие святые. Кто-то сказал, что, ну, может быть, понимает вас. В этом плане у вас есть наверняка единомышленники. Но все же, что соответствует библейскому писанию, это Бог как всеобъемлющая любовь. Да? Но кто-то, по-вашему, недостоин жизни и, получается, любви Бога? Конечно. Слушайте, и в Библии, и в церковном предании, которое тоже есть, как и Библия, голос Бога, много раз благоставляется лишение жизни врагов. Иоанн Зназна Толуст сказал потрясающую вещь. Я не буду сейчас, наверное, полностью претендовать на точное цитирование, но сказано этим величайшим святым примерно следующее. Большее проявление любви совершить по воле Божией убийство, чем, не повинуясь воле Божией, его не совершать. Лишение жизни может быть проявлением любви. Так говорит величайший святой. Есть, мы знаем, в Библии заповедь «Не уби», но она не безусловна. Через две главы Библии, в той же книге «Второзаконие» говорится о том, что определенные категории людей Бог благословляет убивать. Вот так, понимаете? Ублиять для вас другого Бога, для либералов, для людей, которые почему-то считают, что лишение жизни есть всегда что-то нелегитимное. Бог благословлял убивать. Но Асхей Гумен Сава говорил о том, что молитва за врагов является выше всякой милостыни, подаваемой неимущим. Вы не согласитесь с этим? И тем не менее эти слова не отменяют нашей обязанности убивать врагов Отечества. Молиться, но убивать. Конечно. Но все-таки получается тогда, что... Именно так. Истинное христианство не может считать иначе. Пацифизм – это антихристианство, это сатанизм. Пацифизм – это бесовская идеология. Отрицание права защищать свою веру, свое Отечество, своих ближних с помощью сил, но в том числе фатальные силы – это бесовщина. То есть получается, что заповеди не абсолютны? Заповедь не убей – не безусловно, конечно. Тот же Бог, который дал эту заповедь, тут же говорит, тут же в Библии говорит о том, кто подлежит убиению, лишению жизни. А что касается остальных заповедей, то получается, что их тоже можно трактовать? Если, например, не выживая жену ближнего своего, я сейчас, конечно, немножко утрирую, но тем не менее, если это жена врага... Вот это заповедь абсолютно, из нее исключений не делается. А если это жена врага? Заповедь – не убей – не абсолютно. Во время войны не отменяются нравственные правила. Насиловать ленец или чужих жен – вот этого делать нельзя. Уничтожать врагов Отечества можно и нужно. Это христианский долг. Это Бог благословляет делать. Вы когда радикально заявляете, о чем-то делаете свои... Это не радикально, это нормальное заявление. Это нормальное христианство. Пацифизм – это антихристианство. Это безобщенно. То, что я говорю – это нормальное христианство. Так всегда христианство говорило. То, что за последние, не знаю, 20-30 лет некоторые христиане или уже постхристиане начали, знаете, вот так подлаживаться под пацифизм, под политкорректность – это предательство Христа. Это как раз вот такой бунт против Бога. Тихий, трусливый, боязливый, но бунт. Тем не менее, когда вы высказываете свою позицию, у вас не возникает мысли о том, что вы можете ошибаться? Нет. Вы абсолютно уверены в своей позиции? Так говорит Господь. То, что говорится в Писании и в священном предании – это голос Бога. Кстати, Бог не изменит поэтому неизменные вещи, которые Он говорит. У нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Задавайте вопрос. Я хотел задать вопрос вашему гостю. К сожалению, внутри церкви по некоторым основополагающим вещам вы не можете договориться. Это печально. Это сеет смуту в головах людей. И я хочу вам задать вопрос по поводу, так сказать, всякой власти от Бога. Вот недавно здесь поступал на балкоме священник. Довольно странные вещи говорил. Это первый вопрос. Второй вопрос. Блаженные алчащие правдой, ибо они насытятся. Вот вам, как говорили об убийстве, я с вами совершенно согласен. Если на пути правды стоит убийство, как действовать верующему человеку? Спасибо. Спасибо. Ну вот такие вопросы. Спасибо. Я не очень хорошо расслышал, что говорил, но примерно понял, наверное, смысл. Да, за правду иногда нужно отдавать жизнь. И часто люди, которые противятся правде, поступают в качестве агрессоров против истинной веры, против того или иного народа. И тогда нужно защищаться силой, и свою жизнь отдавая, и чужую жизнь тоже прекращая в этот момент. Первый вопрос касался... Всякая ли власть от Бога? Если я правильно помню. Всякая ли власть от Бога? Да, действительно, очень важный вопрос. Многие богословы о нем узнали. Ну, законная власть, да, от Бога. Власть, которая легитимно появилась на той или иной территории, да, от Бога. Даже если это гонительская власть, вы знаете, церковь взаимодействовала и с советской властью, и с иноверной властью в Османской империи, и с гонительской властью в период Римской империи, да и с Советского Союза тоже. Иногда власть нам дается как награда за нашу благочестивую жизнь, за нашу молитву. Иногда она дается как Божие попущение, то есть некое наказание за наши грехи. Да, всякая власть от Бога, но не всякая власть за страной поддержки, и не всякую власть нужно хвалить, и не ко всякой власти нужно относиться с каким-то, знаете, утрированным благоговением. Вот у нас в России, не знаю, как у вас в Натрии, у нас в России слишком привыкли хвалить власть, но и в некоторых западных странах тоже. Вот, по-моему, чем меньше мы власть хвалим, тем лучше. Хотя, да, власть от Бога, но какая-то может быть наказание, а какая-то по благам. Такая власть от Бога, это не слова, которые означают, что любую власть нужно вот всеми способами расхваливать и поддерживать. Но у вас нет ощущения, что в России в обществе существует такая сакрализация власти, отношение к президенту Владимиру Путину практически уже не как к человеку? Есть такая проблема? Вы не отождествляете телеэфир с настроениями народа. Настроения меняются. Меняются не в худшую сторону и для действующего президента, и для действующей власти. При этом они сами виноваты. Вот эти последние социальные рефорты, кстати, проведенные скорее под влиянием западных советчиков и их группы влияния в России, очень переменили отношение к действующей власти, появился в народе и скепсис, и шуточки появились, такие, знаете, тяжелые шуточки, что самое опасное появилось глухая злоба, очень неприятное, очень опасное в России явление. Я думаю, что в целом все-таки люди к президенту относятся снисходительно, но до сих пор неплохо, хотя многие, а то есть плохо. Но сакрализации, слушайте, ну нет ее, в народном создании ее нет. Я думаю, что она есть на уровне буквально трех или четырех телеканалов, даже, может быть, двух или трех. А вот в Ютьюбе, в русском ее нет, в остальном медиа пространстве нет. Я не смотрю, правда, первый канал, и каналы ВГТР, я почти никогда, поэтому не знаю, какая там сакрализация, но, наверное, она есть. Какое у вас отношение к президенту России сегодня? Очень сложное. Я с ним не знаком, и спорил я с ним пару раз, и где-то он достаточно часто участвовал в совместных мероприятиях. Сложно сказать так все одной короткой фразой или несколькими короткими фразами. Путинская эпоха – это период затянувшегося распутья. Как-то непонятно, куда нам идти, туда или сюда, на запад, или все-таки к себе, как самобытному общественному организму. Мне кажется, что и Путин этого пока не решил, а оставаться в нерешенном состоянии, состоянии нерешительности, распутья, достаточно опасно, особенно долго. Человек – это, по-моему, неплохой. В него нет ни жесткого стремления удерживать власть, по-моему, не было жесткого стремления взять власть. Он не злой, как мне кажется. Он достаточно верующий человек, хотя эта вера, по-моему, не так глубока, как вообще положено быть у человека, именующего себя православным христианином. Он хорош в обороне, наверное, тут какая-то еще система поведения от детства, от юности осталась. Но нужно вообще политику серьезного ранга почаще наступать на разных фронтах, как экономическом, социальном, так и идейном. Вот идейный у нас элемент общественной жизни пока скорее является затянувшимся вакуумом. И на внешнем фронте нужно политику высокого уровня уметь рисковать. Здесь, по-моему, это умение очень-очень относительно. Но вот такие несколько разстреноточенные, можно сказать, разрозненные мысли. Я думаю, что, конечно, нужна периодически смена элит. Но и в конце концов, рано или поздно, все равно будет смена лидера. Я очень боюсь, что элиты, которые сейчас, конечно же, очень ожесточенно спорят относительно преемника и думают о преемнике, способны поставить на этот пост какую-то очень невнятную фигуру. А невнятная фигура – это всегда слабая фигура. Всегда в России притеча смутного времени. Вспомним конец 16 века и начало 17 века – смутное время. Поэтому я считаю, что нужно не планировать преемничество, а рассмотреть нового сильного лидера, ну и просчитать так, чтобы он не был слишком какой-нибудь страшной фигурой. Есть пара людей, которые живутся в преемнике и которые будут страшны на посту главы государства. Но есть люди, способные управлять и способные на сильные шаги, но в то же время не являющиеся внутренне зверя. Впустим, внутренне не зверь совершенно. Это достаточно, как мне кажется, хорошо душевно устроенный человек. Ей стопался с появлением зверя. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, Александр, еще один вопрос. Вот не кажется ли вам, что вот поведение Путина обусловлено поведением народа? В смысле? Величайшая социальная апатия и социальное умыние, которое является большим грехом. И это передается, так сказать, он психологии. Да, это мы вас не выключали, но мысль понятна. Путин это олицетворение все-таки российского народа и российского общества. Еще один интересный вопрос. Путин пришел здесь как западник, как ставленник либерального окружения господина Ельцина, как ставленник так называемой семьи, если понимать под ней extended family, даже более широко, чем extended family, просто на условии, а вот такую семью из бизнесменов, политиков и так далее. Но потом Путин изменился. Ему пришлось совпасть в большей степени с народом. Путин 2000 года, Путин после известных хрещанских событий, Путин после Крыма, это три разных политика. Я думаю, что да, он совпал с народом, он прислушался к народу. И это хорошо, потому что Россия власть, которая пытается ломать народ через колено и не прислушивается к нему, это всегда плохо. Но при этом надо иметь в виду и то, что взаимовлияние власти и народа это всегда достаточно тонкая вещь, да, это всегда в случае открытости клапанов, как это взаимно общающиеся с судом, я не исключаю, что некая усталость, некая апатия от лидера передается народу. И наоборот, вот та глухая злоба и та апатия, о которой я уже сказал, они сейчас в народе присутствуют. Может быть, они передаются и лидеру. Да, у нас вопрос еще в Фейсбуке пришел. Сергей спрашивает у вас. Россия светская страна, но почему сейчас РПЦ, я цитирую, как написано, в каждой бочке затычка и пытается залезть во все сферы, в том числе и в образование, например? Вот такой вопрос. Вот я не пытаюсь, вот я не пытаюсь ни, ни, а куда лезть, если меня о чем-то спрашивают, если куда-то приглашают, я, вы, 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 выступаю, у меня бы никогда не возникла мысль лезть в ваше радио, что-то такое пытаться сказать. О чем-то спрашивают журналисты, какие-то общественные группы, какие-то, не знаю, еще достые люди, о чем-то спрашивают, просто на улице, я не знаю, кто куда лезет. В системе образования и присутствия знаний о религии всегда для России было естественным. Или большинство стран Европы тоже, или большинство стран мира. И, собственно, инициатива о том, чтобы в школах не священники, кстати, светские педагоги преподавали основы православной культуры, исходила от педагогов, исходила от родителей многих, от регионов некоторых. Так что, вот, собственно, куда мы лезем? Это нас зовут, а не мы лезем? По-моему, так. В моем случае это так. Я не помню за последнее время ни одного практически случая, чтобы я попросился куда-то прийти и выступить. Обычно зовут, да, обычно даже получается так, что приходится искать время для того, чтобы успеть за один день и иногда выступить в нескольких местах. Но вот, вот, я лезу только в храм на богослужение. Больше никогда не лезу. Да, но это справедливо, потому что мы вас пригласили к нам на эфир. Ну вот, идею гуманизма вы назвали сатанинской. В одном из интервью вы утверждаете, что Бог санкционировал уничтожение множества людей. И вот что касается Ветхого Завета, да, то можно вспомнить Содом и Гамора, как Бог встер с лица земли грешников, по крайней мере, как написано в Писании, но Бог там представляется довольно жестоким. Что же касается современного времени, то в православной церкви, на литургии мы часто слышим, что Бог долготерпелив и многомилостив. Так вот, этот долготерпеливый и многомилостивый Бог разве может быть сторонником уничтожения людей, как вы считаете? Бог сам уничтожал целые народы. Он уничтожал какое-то количество людей и санкционировал, и призывал так поступать. В Апокалипсисе говорится также о том, что Христос санкционирует уничтожение по третьей человечества. Бог может быть в милостях, может быть в строкном любящий отец, но он и грозный судья им зло воздавлять. Гуманизм, кстати говоря, не нужно путать с гуманностью. Гуманизм – это, если хотите, политическая система. Это философия, которая предполагает, что на уровне права и политики центром всего является земная жизнь человека. До появления гуманистического мировоззрения было иначе. В центре всего стоял Бог. Не случайно, кстати, в западных книгах языках слово «гуманизм» часто является синонимом атеизма. Общество атеистов себя именует «humanists», «humanist society». Вот, да, гуманизм не всегда гуманен. Именно, кстати говоря, под знаменем обезбоженного человека, центричного общества совершались самая страшная трагедия в 20 веке. Понимаете, Бог не укладывается, извините, в систему жизненных установок расслабленного обывателя, западного там или восточного здесь в Москве или где-нибудь еще, может быть, и в Риге тоже. Бог – это Бог Абрама, Исаака и Якова, Бог пророков, апостолов, святых, а не Бог либеральной интеллигенции. Вот, когда пытаются переформатировать Христа под башка, под видула интеллигентных, извините, барышень, да, как правило, то подменяется христианство таким микки-маусным культом. – Ну, может ли человек либеральных взглядов быть по-настоящему верующим, православным, насколько либерализм и православие совместимы? – Интереснейший вопрос. Вы знаете, вот даже среди прихожан, которые со мной переходили из одного фрама в другой, много известных либералов. Они не перестали ими быть в политическом смысле. Некоторые достаточно известны еще с 90-х годов. Но, наверное, все-таки какая-то переоценка ценностей у них произошла, потому что в отношении Бога и человека нет места для, если хотите, той же самой парламентской демократии, о которой мы с вами начали говорить. Спорили с Богом и бросали вызов к Богу многие люди. И Бог часто иногда на это отвечал достаточно мягко, но происходили и самое серьезное наказание – вразумление со стороны Бога через, кстати, войны, бедствия, эпидемии, другие такие тяжкие явления. Политический либерал, наверное, может быть православным христианином, вполне, но не может быть православным христианином человек, у которого либерализм идет дальше и превращается в ту картину мира, которую мы видим сегодня у некоторых западных протестантов и постпротестантов, когда они свободу греха собственного или коллективного греха бросают в лицо Богу и говорят, мы не будем веровать в себя, если ты не признаешь наше право, спать с кем угодно, вступать в однополные браки, так называемые, делать то, что мы хотим. Вот эта степень гиберализма уже за пределами христианства. Вы выступаете за уголовную ответственность, за гомосексуализм? Вряд ли. Я считаю, что здесь все-таки нравственная сила в обществе достаточная должна быть для того, чтобы объявление остановить, без того, чтобы применялась сила уголовного права. Но я считаю, что наказывать надо за принуждение к сексу малолетних, за пропаганду гомосексуализма среди малолетних и за принуждение, опять же, к сексу с использованием зависимого положения человека, будь то в армии, будь то в тюрьме, будь то там, не знаю, где-то еще на работе или в институте, в колледже, а также, а также, ну что очень важно, надо наказывать за склонение к сексу с использованием некоего псевдодуховного авторитета. Часто бывает так, потому что имели, значит, очередную историю со священником, который признался, что он и педофил, что он домогался у маленькой девочки. И использование некоего духовного, там, или связанного с духовностью, или с обществом, или с искусством авторитета для принуждения или склонения к сексу, это тоже должно быть вещь наоказуемая. Да, у нас есть звонок, слушаю вас. Кстати, я считаю, что не должны работать в образовательной системе люди, которые открыто пропагандируют тот же бюджетный сексуализм. Это моя позиция, зафиксирована в основу социальной концепции русской пославной церкви. Так что лицам, которые пропагандируют этот бюджетный сексуализм, и открыто ведутся соответствующим образом жизни, ни местной, ни в школе, ни в ВУЗе. У нас радиослушатель на линии, выслушаем его, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день, Сергей Ригов. У меня к вам два вопроса. Из повествования Эдуарда Ходоса, который озвучил тему о том, что в 2010 году отец Вереней, патриарх Иерусалима, Израиля, был отстранен странным образом от власти, и в данный момент находится в заточении. И насколько, как бы, на самом деле беспокоит еще вот какая ситуация. Господин Сатановский озвучил то, что духовником Путина является некто Берлазар. Насколько вы считаете, что близость такого человека к первому лицу государства несет положительные качества? Это ад. И второй вопрос. Ваше мнение по поводу высказывания секретаря патриарха Кирилла, который, я говорю об Илларионе, о том, что они принимают в православную веру католиков, как христиан, но дают им возможность проповедовать и вести просветительскую работу среди своей патриархи. Не размываем ли мы тем самым православие, которым так дальше? Да, спасибо вам, Сергей. Мы очень коротко попросим ответить. А где сказал мне что-то подобное, митрополит Иларион? Я не знаю именно такого высказывания. Ну, если у нас нет больше на связи слушателей, я попробую... Да, у нас столько минуток, к сожалению, остается. ...отлогнувшись от того, что сказано, что-то ответить. Но я не помню такого высказывания. Я не считаю неправославных людей христиан, по крайней мере, христиан в подлинном смысле этого слова. Проповедовать так называемым католикам у нас, в принципе, не запрещается в России или в других местах мира. Но положительно оцеливать эту проповедь, я не считаю, что мы должны. Оцеливал ли ее положительно владыка Иларион? Думаю, что нет. Все-таки мы обычно выступаем против католического проделецизма среди тех людей, которые являются православными по семейной традиции, национальной традиции. Духовником Путина господин Берлазар, известный Равин, московский вряд ли является. Я такого никогда не слышал. Я не считаю, что под таким предположением есть какие-то серьезные основания. Господин Путин все-таки причащается, исповедуется в православной церкви, участвует в православном богослужении. Он не является иудеем. Но какие-то разговоры, конечно, могут быть сегодня были разговоры с Берлазаром. Я надеюсь, что еще будут когда-то с другими равинами. Путина, конечно, тоже общается с равинами, которые представляют еврейскую общину России. Так что это не факт общения, не означает какого-то духовного руководства. Патриархи Версалимский Иринейхи был остранен от власти на соборе при участии нескольких православных церквей. Много разных на эту тему есть слухов и оценок. Я общался с этим человеком несколько раз. Впечатление он, когда он был на Патриаршем престоле, оставлял довольно тяжелые. Электрореакции были абсолютно необъяснимы, несправедливы и не укладывались в логику нормального общения. Даже между Патриархом и оценок, который приходил на прием. Но я думаю, что в любом случае всегда было бы лучше, если бы этот человек был выслушан как можно более часто, а не держался при изоляции, как это происходит сегодня. Спасибо, что нашли время. Вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Священник в Русской Православной Церкви, Патриархи Всеволод Чаплин был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. До свидания.